А вот, посмотрите, в воде у самого берега находятся эти ракушки. Это рапаны, они живые. Это мы сейчас спустились к морю возле Генуэзской крепости. Мы бродили, бродили, потом спустились к морю. А в некоторых из этих рапанов живет рак-отшельник. Вот, посмотрите. Он в ракушечке вылазит, вылазит. То есть есть ракушечки, а есть рак-отшельник. Видите, какой? Вот какой. И водичка здесь чистая-чистая, прозрачная-прозрачная. Видите, он меня хватает, он не боится. Он хватает меня за руку. И так довольно ощутимо ползет, хочет куда-то уползти. И мы сейчас находимся как раз в том месте, где затонувшая баржа. Вот, посмотрите, я вам сейчас покажу. Вот она, затонувшая баржа. Называется Берг. Она затонула как раз недалеко от Генуэзской крепости. Погода сегодня чудесная. С утра было облачно, но тепло. А сейчас вот температура около 30 градусов, ветра почти нет. Очень красиво, посмотрите. Водичка чистая-чистая. И вот здесь находятся, видимо, частные дома. А вот тут сзади как раз вот эта вот часть крепости. Ну, конечно, основная часть на холме, а вот эта вот возле моря стоит вот такая вот башня. И вот волнорез. На этот волнорез все люди приходят, гуляют здесь. Очень красиво здесь, посмотрите. Вода как зеркало. Я обожаю такую погоду. Я не люблю, когда сильные волны. Напишите, кто бывал в Феодосии, что вам здесь особенно понравилось. Вот. А также посоветуйте мне, что можно здесь посетить интересного. Потому что мы в Феодосии впервые, вот пока мы только на море были и ходили в Генуэзскую крепость. Вот. Говорят, здесь очень хорошая галерея Альвазовского. Тоже, если будет возможность, ходим. Ну, и много другого. До свидания. Удачи всем.